Готовых и главное желающих отдать долг Родине год за годом становится больше с энтузиазмом, отмечают в областном военкомате. А все, мол, потому что нынешняя юность в сапогах не то, что раньше. Служить становится в воинских частях, ну, будем говорить так, достаточно комфортно. Это и наличие душевых кабин в казармах, когда после тяжелых интенсивных занятий можно привести себя в порядок. Это и введение новой формы, нового вооружения. Комфортно в строю себя смогут почувствовать не только те, кто жмет штангу, но и умеющие шевелить мозгами. Новобранцам, скажем, Орловского политеха марш-бросок не грозит. Их ждет серьезная исследовательская работа. Пригодятся в строю и корочки водителей. Есть у нас задание на призыв и специалистов, подготовленных до САВ. В первую очередь это водители категории С. Сколько человек вы выбираете? Около половины мы будем призывать водителей. Перельманы и шумахеры до призывных пунктов пока еще не добрались. А вот карьеристы тут как тут. Ну, вышел же закон, что надо служить, чтобы административную должность занимать или еще какую-нибудь. Вот. Возможно, возможно, что и буду. Еще одной интересной особенностью осеннего призыва является тот факт, что родители могут участвовать в работе комиссии, а также сопровождать своих чат к месту службы. Естественно, за свой счет. А там уже на месте посмотреть, где и в каких условиях будет служить их ребенок. Однако все эти пряники только для тех, кто явится на призывной пункт, добровольно рассказали в военкомате. Для уклонистов кнут, причем жестче, чем был ранее. И те ребята, которые по каким-либо причинам будут не призваны в вооруженные силы, то есть незаконно будет устранение от исполнения воинской обязанности, в учетных данных, в военном билете и в учетной послуженной карте будет ставиться особая отметка – уклонист. Призывная кампания финиширует в последний день года. Однако рапортовать о количестве добровольцев и уклонистов военкоматы обязуются еженедельно.